Министерство Донжиних, отдел ДНР. Команда находится на втором месте и никуда уже с второго места не денется. В активе команды 11 игр и 25 набранных баллов. Разница мячей плюс 38. Практически 80 минут встречи. Ну в общем смотрим, что приготовили для нас сегодня команды. Владикавказцы начинают в центре поля. Последняя также форма команды. Четыре поражения, одна победа. Вот сейчас момент. У Донецка может быть удар в дальний угол. И мяч заканчивается в дальнюю шестерку. 1-0. А МВД выходит вперед. И Ищенко это забивает. А это означает то, что он на этот момент становится лучшим бомбардиром своей команды. Было перед этим матчем у четырех футболистов АМВД ДНР. 2-0. 2-0 счет становится. Голы в свои ворота. Будут стараться играть компактно, играть от защиты. Будет, конечно, минимум моментов. Ну, а сейчас момент на 3-0. 3-0. 3-0. Наверное, 30-я минута интригу в нашей с вами встрече убивает. А полностью второй мяч забивает Алексей Мишин. Так, издевательски чуть-чуть закатил мяч в ворота. Но, возможно, он просто хотел наверняка, чтобы он оказался в воротах. Можно было тут как-то... Прошу прощения. У него 14 забитых мячей. Плюс 2. 16 плюс. Плюс Афон Фокт еще один забивает. И 4-0. Ну, в общем, да. Средний возраст команды. Тут где-то лет, наверное, 18 с половиной. Ну, может быть, даже меньше. Удар по воротам. Мимо ворот мяч проходит. И очередная атака. И очередной выход. 1 на 1 Кузьменко. Если только его защитник догонит, он обыгрывает. Но если в створ не попадет. А, он не попадает в створ. Мимо ворот бьет. А Владислав Кузьменко. Подача. Это удар получился такой, что ли? Или это ветром мяч сдуло? Смотрим повтор. С 23 набранными баллами. Я думаю, что они тоже... Сейчас момент на 5-0 и 5-0. А это, по-моему, Данильченко забивает. Никита Данильченко. А это вовсе и не он. Данил Духничев. Говорю сейчас про ДНР. Действует не первый сезон между собой. Это видно. Ребята сыгранные. Ребята, скажем так, матерые. В Владикавказу еще есть куда расти. До этой команды. Редактор субтитров А.Семкин.